Союз Ленин-Пяда 114. Дается четырехугольник, у которого все стороны рациональные и диагональные тоже. Длины. Да, длины диагональные и длинные стороны рациональные. Рациональные числа, да? Да. Обозначим, пишите, не диагональ за О. Докажите, что длина АО также рациональна. Если все диагонали и все стороны имеют рациональные длины, то тогда, рассмотрев пересечение диагоналей, мы опять получаем рациональные длины. Так? Обозначил угол АБО за... Величину. Да, величину угла. Величину угла АБО. За бета-1. А угла СБО за бета-2. Бета-2. Отлично. Хорошо. Теперь что? Я возьму АО. Я сейчас пытаюсь найти отношение АО к УЦ. Доказать, что оно рациональное. Да, докажу, что это рациональное. После этого все будет очевидно. Да. Ну, давайте, пожалуйста, найдем это. Так, шер такое. Это будет давно. АО на АБ. Сейчас. Умножить на АБ к УЦ. Заметим, что это и есть отношение синусов вот этого угла к этому. Ну, что же как-нибудь обозначить? Угл АО, В. Фи. Хорошо. Тогда получается, что это все будет равно. Это будет синус Фи на... Наоборот, синус Бета-1, кажется. Нет, синус Фи. Сторона пропорциональна синусу противолежащего угла. Помните, сторона ТВ, это произведение диаметра, описанное трудностью. Андрей, это право. Бета-1, а тут будет синус. Андрей не прав. Почему? Андрей прав. АО у нас вот здесь, бета-сверху. АО разделить на АБ, это синус Бета-1. АО пропорционально противолежащему синусу, да? На синус Бета-2. Умножить на АБ, делаем на БЦ. АБ и БЦ рациональные числа, это неинтересно. Это неинтересно, да? Осталось доказать, что синус Бета, делаем на синус Бета-2. Продолжай, это равно. Синус Фи сократился. Да. Равен на синус Бета-1, а синус Бета-2. Умножить на рациональное число АБ, делить на БЦ. Да, нужно доказать, что отношение синусов углов Бета-1 и Бета-2 является рациональным числом. Да, хорошо. Ну, так давайте докажем. Мы знаем, что синус Бета-1 умножить на синус Бета-2 будет рациональным. Почему? Потому что из того, что стороны рациональны, ну, то есть, дни стороны стороны, вот это, это и вот это рациональны, следует, что косинус этого угла рационален. Ну, это можно вывести по теореме косинусов. Косинус сумму Бета-1 и Бета-2 просто выражается через длины сторон. Ну, косинус. Да, 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 нет, тереми косинус я помню. Да, а после этого просто косинус рациональный. Аналогично косинус Бета-1. Ну, там же будут квадраты у нас в теореме косинусов. И замечает, еще лучше. А там корень не пройдется извлекать, если ты косинусы извлекаешь. Ну, ладно. Ну, как, ну, как с нами. Еще лучше квадрат рационального числа, то уже рациональный. И там получится какая-то сумма квадрата, ну, там, что-то с квадратами делить на, типа, 2АБ. Ну, 2АБ, хорошо. Ну, и что, это рациональное число. Да. Ну, косинус рациональный. Да, теперь вспоминает формулу косинуса суммы. Да, отлично. Да, да, значит, произведение. И поскольку косинус Бета-1 или косинус Бета-2 рациональные, то на самом деле произведение синусов рациональное, да. А теперь, так как мы знаем, например, А, мы знаем, что косинус вот этого, вот этой штуки является рациональным, то получается выразим синус через косинус. А, то косинус квадрат рационалит? Да, то есть синус. А значит и синус квадрат рационалит. Бета-1. Квадрат синус, все нормально, все правильно пишете, да? Бета-2 тоже. И бета-2 тоже. Давно 1 минус... Не важно, не важно, важно, что рациональное число. Да, важно, оно рациональное число. 1 минус косинус квадрат. Так, получается, что если мы сейчас возьмем вот это и поделим вот это, получится как раз то, что нам надо. Конечно. Вот. Молодец. Все.